Еще раз вас всех видеть, у нас не так много. Как уже было объявлено, вчера был праздник, и я вчера работал, у дневную смену, и вчера Господь Бог заставил мне возможность провести ликбез, и передаться безграмотностью. У нас на работе сразу, одновременно для двух смен, потому что получилось на пересменке, я объяснял, что их яблоки к нашему празднику отношения не имеют. И вы знаете, на самом деле, несмотря на то, что Библия имеет широкое распространение, и ее можно купить в любой христианской лавке, на рынке, много где, то есть сейчас не проблема достать Библию, Евангелие, но несмотря на это, несмотря на свободный доступ, огромное количество людей, которые ничего не знают о Боге, которые погибают. И вы знаете, этим людям нужно говорить о Боге. И обязанность за это лежит на нас, потому что мы с вами посланники Божьи. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Сегодня мы с вами приступаем к изучению еще одной книги Писания. Это послание святого апостола Павла Кремлина. В этом послании апостол Павел адресует свое обращение в Римскую церковь, находящуюся в Римской империи, и население города Рима. И население этого города на времена Павла составляло свыше миллиона человек. Это довольно-таки крупный, большой город даже по сегодняшним меркам. И это послание было написано ранней весной 58-го года по Рождеству Христову. И главная задача апостола Павла было написать римлянам именно о великих истинах благой вести. Прекрасная истина о том, что Бог оправдывает осужденных грешников только лишь по своей милости, по своей благодати и только через Иисуса Христа. В Римской церкви не обладало здравое учение, но, как и большинство церквей, она нуждалась практически в рекомендациях, которые и содержатся в этом послании. И давайте с вами изучим, начнем изучать само Писание и зачитаем с вами послание к римлянам. Первая глава. И сегодня мы с вами рассмотрим первую цепь стихи Бога. Стихи с первого по седьмой. Павел, рак Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через Паруков своих, Святых Писаний, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова, по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, в честь которого мы получили благодать и апостолство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В начале этого письма Павел представляется перед Иринской Церковью. Где Его еще не знали лично, потому что Он там еще ни разу не был. Он только лишь планировал посетить эту церковь. Поэтому в самом начале своего послания Он рассказывает немного о себе. Но рассказывает Он кратко, буквально одной строкой. Но в эту строчку Он хотел вложить самое основное, самую нужную и важную информацию. Первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божьим. Представьте, допустим, что вы устраиваетесь на работу. И работодатель просит вас рассказать немного о себе. Вы же не будете ему рассказывать, что когда вы пошли в первый класс, то учились в первом Б классе, а потом, когда перешли в третий класс, вас перевели в А класс. Что вы ходили в школу пешком, потому что родители жили не так далеко от школы, и вас очень мало времени занимало на ходьбу. Вы не будете рассказывать, что у вас любимым уроком была физкультура и труды. Правильно? Почему? Потому что для работодателя эта информация не так важна. Ему не интересно, в какой класс вы ходили, или с каким портфелем вы ходили в школу. Его интересует ваш трудовой стаж, на каких должностях вы успели поработать, и каких успехов при этом добились. Вот информация, которая будет важна о вас, как о работнике. И именно эту информацию вы будете рассказывать. Мы знаем, что Павел был хорошо обучен такому ревеслу, как в Шипе-Палаке. Но он об этом здесь не говорит. Также мы знаем, что отец Павла был фарисей, что Павел выходил из фарисейской семьи, и Павлу перешло от отца римское гражданство, что давало высокий статус семьи. Но мы видим, что и об этом Павел здесь ничего не говорит. Он не пишет, что я тоже, как и вы, имею римское гражданство. Потому что он считает, что это не столь важная информация на данный момент и в данном обращении. И учитывая, что он пишет в седьмом стихе возлюбленным Божиим, призванным святым, то есть верующим людям, то и здесь, в этом обращении, Павел одной строкой пишет о себе, как о верующем человеке. А что он считает самое главное в данном случае? После упоминания своего имени он пишет, что он раб Иисуса Христа. Здесь, по словам, раб понимается не человек, который находится на постоянной, принудительной работе у своего господина и в страхе боится поднять голову. Нет. Здесь говорится, здесь Павел употребляет это слово немножко в другом ракурсе, с другим пониманием, в другом смысле. Подразумевая раба, который служит своему господину из любви и преданности. И Павел искренне говорит о своей преданности к господину, честь которого он получил жизнь, которая спас его от смерти. В обращении к римлянам Павел еще важно, что говорит о себе, то, что он призванный апостол и избран благовестию Божию. Апостол — это перевод слова апостолос, который обозначает человек, который послан. Оно означает такого-либо человека, которому была официально поручена какая-то важная задача или должность посланника. В данном случае посланника Божия. В словарях также записано, что апостол — это ближайший ученик, и последователи Иисуса Христа, проповедующие Евангелие и выстраивающие Церковь. Мы знаем, что все апостолы были призваны Иисусом Христом лично. Но случай с призванием Павла особенный, потому что Павел был призван Иисусом Христом лично, но уже после воскрешения Иисуса Христа. И до того, как Иисус Христос призвал Павла, мы знаем, что Павел был ярым гонителем Церкви. Его имя было Саву, и он участвовал в преследовании первых христиан. И когда на пути следования в Дамаск его ослепил ярчайший свет, и он услышал громогласный голос Иисусом Христа, мы знаем, что Павел очень испугался. И в Писании написано, что он даже ослеп. И Господь проявляет милость, и через Арманию он исцеляет Павла. И мало того, что он его исцеляет, он призывает его на служение и делает его апостолом. Он избрал его к благовестию среди язычников. Скажите, чем Саву заслужил такой честь? Ведь он заключал в темнице верующих христиан. Он издевался над ними, избивал. Он ненавидел всех, кто верил в Христа. Чем он заслужил такое прощение? Да ни чем. Это просто безграничная, необъяснимая милость Божья. И об этой безграничной милости Божьей Павел будет говорить дальше в своем послании к римлянам. Посмотрите, какая резкая разница, резкое изменение произошло в служении Павла. Был гонителем церкви, Господь его призывает на служение, и он сразу же активно подключается к служению Богу. Он начинает проповедовать, нести Слово Божие, благовествовать. Павел становится Божьим посланником. Он не говорит при этом, что ну да, надо потихонечку подключаться к служению. Надо потихоньку вот как-то вот втягиваться. Он резко меняет свою жизнь и активно подключается к служению Богу. Это должно быть для нас образцом и примером. И мы также должны поступать и для каждого из вас, когда принимал крещение, Господь Бог через своих помощников, которых Он использовал для того, чтобы вас крестить, задавал вам вопрос. обещаешь ли ты служить Господу верой и правдой всю свою жизнь? И вы отвечали да, обещаю. И после этого по вере вы принимали крещение и вы должны исполнять то, что пообещали сами добровольно перед Господом. То есть служить Ему всю оставшуюся жизнь. и не думать, что ну да, надо как-нибудь потихоньку подключаться к служению. Не думать, надо действовать по примеру апостола Павла. И по примеру апостола Павла, подражая апостолу Павлу, Павлу, мы должны быть посланниками Божьими и менять свою жизнь сразу, не задумываясь рубить грех на корню, не бороться с ним по чуть-чуть и не пытаться от него избавиться постепенно. У кого есть огород, тот знает, что сорняк нужно выдергивать сразу весь с корнем, а не только Бодву. Потому что через некоторое время эта Бодва опять вырастет, но ее будет еще сложнее удалять, потому что за это время укрепиться корень. и его уже без какого ущерба для ваших культурных насаждений, которые вы там выращиваете, без ущерба для них его уже не выдернешь. Поэтому так же и с грехом не надо с ним бороться по чуть-чуть. Не надо откладывать или постепенно бороться с ним. Вы дергиваете его, не сомневаясь, на корню. Итак, Павел говорит о себе самое важное, что он раб Иисуса Христа, призванный апостол и избранный благовестию Божьим. Избранный благовестию Божьим. То есть он избран нести благую весть. Не просто какую-то хорошую новость, а новость, которая от Бога. Новость или известие, которое хочет донести до людей сам Господь Бог. Нам лучше воспринимаются, конечно же, хорошие новости. И новости, которые в корень меняют ту волнующую ситуацию, в которой мы находимся. Ну, например, представьте, что вам на работе объявляют, что вам поднимают зарплату в три раза. Как вы себя поведете? я вижу мечтательные, радостные взгляды, помечтать, да? Естественно, вы обрадуетесь этому, потому что это в коре изменит ваше финансовое положение. Естественно, вы этому обрадуетесь. Или, а как вы отреагируете, допустим, если вам объявят, что вам зарплату поднимают на 30 рублей. Я думаю, как-то сильно вас это не обрадует. Хотя, казалось бы, одна и та же новость, поднимают зарплату. Или, допустим, представьте, что вы находитесь в суде, вас осуждают за какое-нибудь серьезное дорожно-транспортное происшествие. Вы в этом абсолютно не виноваты, но в той машине, которая в вас врезалась, находился, ну, скажем так, уважаемый человек, который, к сожалению, погиб в этом ДТП, поэтому виноват делают вас. Для справки, за убийство могут дать до 15 лет. Если докажут, что убийство непредумышленное, непреднамеренное, то тогда до 3 лет. Когда вы будете сидеть на скамье по судимым и размышлять над этим, вы поймете, что вам вашу жизнь могут сейчас сломать. Но суд, неожиданно разобравшись в ситуации, все по-справедимому разложив по полочкам, выносит решение невиновен оправдать и отпустить в зале суда. Вас это обрадует? Естественно обрадует, потому что это в корень меняет ситуацию, сложную вашу ситуацию жизненную и дает вам новую жизнь. благая вещь об Иисусе Христе касается каждого человека и дает новую жизнь. Но многие люди не воспринимают эту вещь об Иисусе Христе себе лично. Почему? Оттого, что они думают, что их это не касается. Они не принимают эту вещь на свой счет, оттого, что у них нет осознания плачевности всей плачевности ситуации. Они говорят, да, что, я никого не убил, ничего не украл. И думают, что у них все хорошо. Они не видят своих грехов и думают, что у них все нормально. Поэтому этим людям обязательно нужно нести эту благую весть. Показывать им, указывать им на грех и нести вот эту благую весть о Спасителе. Если мы этого делать не будем, то они могут так и умереть, будучи неспасенными. Как сегодня Лариса свидетельствовала, ее сыну тоже в свое время кто-то сказал о Христе, ведь он погибал. Он самым натуральным образом погибал. Но ему кто-то в свое время донес благую весть о Христе. Может быть, не с первого раза даже он ее воспринял. Но люди к нему стучали. Господь Бог стучался в его сердце через других людей. Ему как видим результат достучался. Поэтому мы тоже должны быть как посланники Божьи внести Слово Божье в этот мир. Потому что поймите ответственность потом за погибших людей будет и на вас. За тех людей которые находятся сейчас рядом с вами. За ваших родственников. На тех с кем вы вместе работаете. С кем вы вместе учитесь. За тех людей которые Господь разместил сейчас рядом с вами. Именно для того чтобы вы нанесли до них благую весть. Если вы этого делать не будете ответственность вяжет на вас. Апостол Павел говорит что эта благая весть она не от людей. Она от самого Бога и это самое важное. Так какое хорошее известие которое хочет донести Бог. Как написано дальше 2-й 4-й стих которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях о сыне своем который родился от семьи Павел конкретизирует о ком пойдет речь. Здесь Павел призывает нас быть Божьими посланниками проповедая именно о Иисусе Христе. Бог действительно многократно в Ветхом Завете упоминал о том что будет явлен Спаситель что придет Спаситель и говорил о Сыне Своем. Джон Маккарту утверждает что подсчитано что в Ветхом Завете написано по меньшей мере 332 предсказания об Иисусе Христе. 332 предсказания большинство из которых сбылись при его первом пришествии. И чтобы исполнить пророчество которое было сказано в Священных Писаниях Мессия должен был быть потомком Давида. И что интересно и Мария и Иосиф как законные земные мать и отец Иисуса они были потомками Давида. Поэтому в своем человеческом воплощении по плоти Иисус Христос был рожден как наследник Давида. И Иисус Христос выполнил это предсказание как и выполнил остальные предсказания. И Он открылся нам Сыном Божиим в силе как написано по Духу Святыни. Чтобы было более понятно для понимания чтобы легче было вот этот стих давайте его четвертый стих давайте его сочетаем в современном переводе. А в современном переводе он звучит так через Духа Святого был объявлен Сыном Божиим и великая сила была дарована Ему ибо с великой силой Он был воскрешен из мертвых. Он Иисус Христос Господь наш. То есть Духом Святым было объявлено о том что Он является Сыном Божиим и великой силой Он воскрес из мертвых. В своем воплощении Иисус Христос был зачат силой Духа Святого и был воскрешен из мертвых тоже силой Духа Святого то есть по Духу Святыни. Иисус Христос покорил смерть той силой которая принадлежит только лишь Богу и Он без каких-либо сомнений подтвердил что Он Сын Божий. Воскрешение из мертвых это действительно происходит великой силой. Никто из людей существующих сегодня на земле не способен не может воскрешать людей. Если бы это было доступно каждому то многие бы воскрешали своих родственников особенно умерших детей. Но воскрешение из мертвых происходит только по воле Божьей и только великой силой которой обладает Господь. Великая благая петь заключается в том что Иисус стал тем кто смог умереть за всех людей. Кто смог стать иступительной жертвой за всех грешников. Тот кто был распят и потом воскрес на кресте. Воскрес из мертвых. Это наш Господь. Посмотрите апостол Павел не написал просто что он избран к благовестию Божию об Иисусе. Хотя это не было бы ошибкой. Но дело в том что в те времена очень много было людей с именем Иисуса. И если бы Павел написал что он просто избран к благовестию Божию об Иисусе то в дальнейшем это могло бы привести к кривотолкам каким-то спорам что о каком Иисусе речь идет. Поэтому чтобы в дальнейшем избежать вот этих вот неправильных толкований или каких-то там заблуждений Павел конкретизирует. Он пишет конкретно что речь идет здесь о Сыне Божьем о котором написано в Святых Писаниях который по плоти является потомком Давида и который воскрес из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем. Вот что является благой бедствием. На практике мы должны уяснить что когда вы как посланники Божьи благовествуете когда вы хотите чтобы человек был спасен когда говорите ему то вам нужно говорить о Иисусе Христе о Спасителе. Не нужно поднимать таких спорных вопросов как нужны иконы или не нужны каждый день нужно молиться или не каждый день стоя нужно молиться или на коленях Библию каждый день надо читать или нет не нужно поднимать таких спорных моментов эти вопросы они все важны но они важны для вашего служения Для вашего поклонения Богу, но не для спасения. Для спасения перед вами должен быть только Иисус. Только Иисус Христос и Его спасительная, заместительная жертва. Только об этом нужно говорить, чтобы человек был спасён. Как написано дальше, это с 5 по 7 стихи. Как Иисуса Христа. Павел пишет, что через Иисуса Христа мы получили апостольство. В самом начале проповеди мы уже с вами немножко рассмотрели, уже говорили, что значит апостол. То есть напоминаю, что я апостол, это человек, который послан. И несмотря на то, что мы привыкли к тому, что это слово относится именно к ученикам. Иисуса Христа, которых Он лично избрал для того, чтобы они несли Слово Божье. Несмотря на это, если посмотреть на это слово в широком смысле, то все верующие христиане избраны Богом для свидетельства об Иисусе Христе. Каждый из нас послан нести благую весть о спасении. И каждый христианин является Божьим посланником и должен проповедовать всем без исключения. И это действительно благодать. Именно благодатью, по милости Божьей, мы получили это право. Нести благую весть о спасении. Мы ничем этого не заслуживали. Да, может быть, мы не были как Саввул, мы, может быть, не знали христиан, но мы все были грешниками. Мы не заслуживали того, чтобы Бог избрал нас на это служение. Мы не прилагали каких-либо усилий для того, чтобы Господь нас избрал. Вы представьте только, что... Вот представьте, сколько людей, сколько населения, вот все наши земли, все их планеты, да? Вот если собрать всех вот на одной какой-нибудь, ну, хотел сказать, площади, ну, конечно, на площади мы все не уместимся, но собрать всех вот в одном месте, чтобы вот все вот плечом к плечу встали, вот представьте, какая огромная масса людей будет. И Господь Бог, глядя на великое множество вот этих вот людей, миллиарды людей, Он узрел среди толпы, это именно вас. Он именно вас коснулся своей рукой, именно в ваше сердце Бог. Доложил вот это семя, которое сейчас возрастает, дает Слово Свое. И именно вас избрал для того, чтобы через вас сейчас спасались другие люди. Это действительно великая благодать и милость Божья. И мы должны стремиться к тому, чтобы во имя Иисуса Христа покорять вере все народы. Призывать к послушанию Господу и повиновению через покаяние. Призывать всех, не только избранные израильские народы, а всех, все народы, как говорит Павел, среди которых и вы находитесь. Всех верующих и нас тоже, он называет призванными Иисусом Христом. Мы все обязаны благовествовать, и при этом не обязательно ехать в какие-то далекие страны. В Африку или на Чукотку. Там, конечно, тоже нужно благовествовать, и там люди нуждаются в Слове Божьем. Там нуждаются также вот этой благой вести о Спасителе. Но Павел говорит, что вы сейчас находитесь среди того народа, которому нужно благовествовать. Мы с вами четко должны понимать, что мы сами спасены так же по милости Господней. И что Господь по милости своей может спасти любого человека. Абсолютно любого. Мы не должны подвергать это сомнению и думать, глядя на какого пропавшего, уже погибающего, на наш взгляд, человека. Мы не должны думать, да, он уже все, пропал. Ему уже бесполезно что-либо говорить, подходить, может, уже и не стоит. Мы не должны допускать таких сомнений. Потому что Господь силен изменить и спасти, даже если они не хотят слышать Слово Божие. Даже если они возгонят, как в свое время Павел, ой, Саву гнал христиан. Даже если они делают какие-то беззакония, которые просто в голове не укладываются. Наше дело благовествовать, доносить, пытаться хотя бы доносить до них Слово Божие. И молиться за них. А все остальное сделает Господь Бог. У него иногда, ну вот такими путями он действует, что вот просто в голове тоже действительно не укладывается. Останавливается, что мы предположить даже порой не можем, что самый, но отъявленный негодяй, скажем так, становятся и проповедниками становятся. И яркими служителями церквей. Поэтому мы не должны судить со своей человеческой точки зрения. Этот достоин, этот недостоин. Это какой-то как, бомж одевается, по моркам лазит, ему бежит бесполезно, он в нормальной жизни не вернется. Не надо так судить. Каждый из нас был гречником. И если кто-то, может быть, вел хорошую такую, праведную жизнь, то есть и такие, которые просто падали, можно сказать, на одноклассе. И многим есть еще склонить со своей жизнью. Поэтому про нас, может быть, тоже многие говорили, да, все уже пропал. Но находились люди, которые доносили вам Слово Божие. Это Слово касалось вашего сердца. И кто-то сразу откликался, кто-то, может быть, со второго, с третьего раза, когда услышал. Но мы все сегодня сидим здесь, все те, которые когда-то слышали Слово Божие. Сегодня Господь призывает вас, призывает вас нести Слово Божие, потому что мы все Божьи посланники. Большая благодать, что именно нас Господь брал из этого огромного количества погибающих людей. Ведь это действительно благодать и милость Божия. Вы представьте, что к вам обращался бы лично к вам директор вашей организации, чтобы вы помогли ему в каком-нибудь вопросе. Или вот я, допустим, работаю в Газпроме, да, и если бы ко мне обратился бы Миллер, это председатель всего управления Газпрома, с Ярусси, как говорится, да, и обращается ко мне и говорит, слушай, Андрей, я вот хочу поменять у вас генерального директора. Ты вот работаешь в этой организации, ты всех его самов знаешь. Вот подскажи, кто из них самопорядочного, ну кого бы ты посоветовал мне поставить? Да, меня бы, во-первых, это шокировало бы, что в такой огромнейшей организации, как Газпром, Миллер, да он знать не знает, что есть какой-то там Жигунов, который работает в Газпроме, а тут он лично ко мне обращается с просьбой помочь. Это, естественно, бы удивило и радовало бы, потому что мы, я бы понимал, что, ну, во-первых, как он узнал, да, и что он где-то слышал, что можно вот именно к этому человеку обратиться за помощью, и это бы радовало, и ему бы оказалось большое внимание, конечно. Или представьте, что к вам бы обратился за помощью в решении какого-либо вопроса сам президент. Да? То есть, конечно, этим была бы оказана большая честь, что в каком-то вопросе вы смогли помочь, подсказать человеку, который занимает наивысший пост в нашей стране, президенту. А тут сам Бог, который гораздо лучше любого президента, который лучше всех президентов вместе взятых. Сам Господь Бог призвал каждого из нас на служение благовестия и доверил именно нам, чтобы мы несли Слово Божие и стали участниками в Его замысле спасения людей, чтобы через вас Господь Бог спасал других людей. Это действительно огромная благодать и честь, что Создатель всей Вселенной, всех звезд, всех планет, всего, что вокруг, творец всего, что вы видите вокруг вас, избрал именно вас. Что именно вас Он узрел из этого огромного количества населения, которое сегодня есть на земле. Чем вы это заслужили? Да как и Павел. Ничем. Это только лишь благодать Божия и милость Божия. Господь просто по милости Своей доверил именно вам. И мы это доверие должны оправдывать. Это касается всех. Никого-то избранных, что здорово получается, вот, ну, сон и мудроистов, нет. Это касается всех, каждого, и здесь присутствующих. Да, просто у кого-то будет получаться чуть лучше, у кого-то, может быть, не очень, может быть, даже будет, может быть, думал, что как-то коряво получается. Но Господь для этого нас всех разными людьми и создал. Что кому-то из погибающих людей нужно, там, заумными, мудрёными какими-нибудь фразами доносить Слово Божие. Кому-то в простоте душевной, самыми, что ни на есть, простыми словами. А кому-то именно вот корявым языком, как мы думаем. Но Господь каждого из нас призывает к тому, чтобы мы несли благую вещь, чтобы мы были посланниками Божьими. Именно так, как умеем. Вы только начните благовестность. Господь Бог поведёт ваш разговор. И Он даст вам на разум те слова, которые нужно говорить людям. Поэтому благовестность должны все. И мы с вами в этом должны проявлять покорность, стремясь во имя Господа, покорять вере в все народы. В самом начале своего послания апостол Павел говорит, что Он призван Иисусом Христом. И в шестом стихе Он также говорит, что Вы призваны Иисусом Христом. Посмотрите, Павел обращает внимание на то, что и Он, и верующий Ирина, и мы с вами призваны одним и тем же Господом. Одним и тем же Иисусом Христом. И Иисус Христос был распят вместо нас за наши грехи. Мы все были приобретены драгоценной кровью Христа. И сегодня призваны быть Его свидетелями. Потому что мы посланники Божьи. И мы избраны нести благую вещь везде. Где бы мы ни находились. И всем без исключения. Из стиха седьмого видно, что Павел адресует свое послание не к одной какой-то церкви в Риме, хотя мы знаем, что там несколько было церквей. Он адресует это не к какой-то конкретной одной церкви, а всем верующим, в данном случае, в Риме. И заканчивается приветствием пожеланием благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. это было такое особое пожелание всего доброго, что только может исходить от Бога. И Павел вкладывает в это пожелание всю доброту, всю любовь ко всем верующим в Риме. Мы видим также, что Павел называет всех верующих возлюбленными Богом. И это Божья милостивая любовь, которая принадлежит Ему. И это любовь безгранична. Какие выводы мы можем сделать в заключении, исходя из изученных вот этих вот семи стихов? Итак, первое. Подражая апостолу Павлу, будь Божьим посланником. Служа Господу Богу нашему, служите как рабы из любви и преданности. И не смущаясь, не стесняясь заявлять о том, что вы христиане. Активно подключайтесь к служениям. И если у кого-то нет служения, но есть желание служить Богу, пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь из деканов или кому-нибудь из братского совета и мы вам поможем подобрать служение. Второе. Будь Божьим посланником, рассказывая людям о Христе. Проповедуя, благовествуя, говорите только о нашем Спасителе. Только об Иисусе Христе и Его заместительной жертве. Не нужно спорить на способы поклонения Богу. Не нужно спорить о разнообразиях поклонения Богу. Говорите только о Спасителе. И третье. Это будь Божьим посланником, проповедуя об Иисусе Христе всем без исключения. Неси благую весть везде об Иисусе Христе Господе нашим, пользуясь благодатью благовествованием. Оправдывайте это доверие и выполняйте эту великую честь. Потому что Господь Бог избрал именно вас. Именно на вас Он сейчас возложил вот эту надежду, чтобы вы были посредником для спасения других людей. Чтобы Господь Бог использовал именно вас для того, чтобы другие люди спасались. Пусть Господь Бог благословит вас в этом служении. Аминь. Давайте вставшим помолимся. Отец Наш Небесный, благодарим Тебя Господь за Слово Твое, которое Ты оставил нам на свидание. Благодарим Господь за то, что Ты касаешься наших сердец, даешь размышления Господь и меняешь наши сердца, побуждаешь нас служением Господи во славу Твою. Помоги Господи нам быть Твоими посланниками и я прошу и молю тебя, Господь, используй нас для исполнения своего замысла спасения людей. Посылай нам Господь тех людей, которые нуждаются в Слове Твое. Также прошу Господь дай нам смелости, мудрости и чтобы мы правильно доносили Слово Твое, чтобы мы не спорили о каких-то вопросах, которые абсолютно не значат для спасения людей, которые уводят от истины, которые уводят Господи от слышания погибающих людей вот этой благой вести, от Твоей спасительной жертвы. Помоги нам Господь говорить только о Тебе, только от Твоей спасительной заместительной жертвы. Спасибо тебе Господь за то, что ты в свое время подыл Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас верой в Него был спасен. Спасибо тебе Господь. Благослови нас на этом служении, благослови нас на этом пути и дай нам сил нести Господи это служение, нести его правильно и чтобы другие люди спасались. Благослови нас Господи и будь прославлен. Тебе и Дух Святой. Аминь.